ребят всем привет привет у нас солнечная погода мы с мариной едем с центра адлера сейчас едем в сторону дома и мы сейчас поговорим с вами об отзывах потому что вы знаете у нас тоже спрашивают а где ваши например отзывы да где написать может быть отзыв мы вот знаете не привыкли к этим отзывам я считаю это вообще устарелой темой вот поэтому мои клиенты те с кем я допустим там общаюсь часто и так далее хотят что-то высказать свое мнение наверное это нужно делать как-то отдельно вот и давайте поговорим в целом об отзывах вообще вот вы доверяете ли вы отзывам и с чего они формируются вот я например отзывам не доверяю потому что я знаю что во первых есть в интернете такие сервисы где можно заказать отзывы на свой товар или услугу то есть ты проплатишь определенную сумму и у тебя сразу сыпятся отзывы то есть соответственно очень все получается что зыбко и субъективно да вот во вторых есть такое понятие что когда человек покупает какую-то услугу или товар и если вдруг и ему все нравится он купил все и пользуется и забыл а если он чем-то недоволен если очень сильно недоволен то происходит вот этот вот выброс негатива в виде отрицательного отзыва и получается что отрицательных отзывов как правило бывает всегда больше потому что человек когда ему хорошо он не будет ничего писать а когда мы плохо возлиться ему надо куда-то это вылить и он будет это писать напишите в комментариях часто ли вы довольны и допустим какой-то покупку покупкой услугой там не знаю отдыхе сами садились и расписывали комментарии ну и потом отзыв мы уже говорили да что дело субъективное потому что у людей разные вкусы у них разные требования них разные возможности от этого естественно что на один и тот же товар могут быть разные отзывы до кому-то кого-то все устроило и все хорошо а кого-то не устроил то что он заплатил эти деньги и хочет за эти деньги получить что-то особенное другое да естественно у него другие эмоции ну все и отзыв сразу другой кроме возможности у людей и вы кроме возможности и вкуса у людей еще разные требования к качеству есть это тоже естественно влияет на на вот на положительный например да то есть кому-то и так сойдет а кому-то нет ну вот например по поводу квартиры да кто-то делает ремонт для себя кто-то делает на продажу или на сдачу нас часто это побывает то есть люди не заморачиваются там не придирается какому-то особенно особенному там мнению что вот так вот именно только так должно такая пойдет и так ничего страшного мне на продажу мне допустим там на сдачу в аренду все равно где-то чет поцарапать там и так далее а есть люди которые прям ну привыкли к исключительному качестве они будут тут прям все досконально для себя смотреть застройщиков смотрите застройщик тот же до 1 допустим дом построил ну так сказать пробно до построил второй третий дом у него допустим исключительно классный получился люди спрашивают вот скажите какие там отзывы дата вот об этом застройщики и у всех будет разное мнение это естественно и то же самое что касается ремонта да кто-то не дождался окончательного высыхания стен поклеил обои были такие случаи пошла плесень до бегом не бегом мне надо я уже мебель заказал говорю сейчас вылезет грибок она не высохла еще квартира есть определенная степень просушки нет бегом бегом потом ну какие будут отзывы да будут пальцем тыкать на мастера например и будет говорить вот это он сделал так плохо работают ну многие вот еще по поводу застройщиков мы не сказали то что многие все-таки оценивают его по тем домам которые построил да а кто-то будет оценивать по тому принципу что сначала построил а потом уже продает то есть вот это тоже его повышает так скажем уровень характеризует да то есть вот где хороший застройщик тоже отзывы от застройщики да да самый лучший застройщик пожалуй это тот кто построил на свои деньги узаконил его а потом продает а не тот который допустим там имеет самую дешевую цену на которую там многие клюют а потом жалеют также по поводу работников которые делают ремонт кому-то повезло с работником да он все ему сделал шикарно конечно будет его хвалить и рекомендовать и ремонтом своим наслаждаться а кто-то этого работника взяла у работников произошли форс-мажорные обстоятельства он забухал например понимаете вот ну и все и ваши деньги пропил там все что угодно задержался и в итоге кто ну какие характеристики какие могут быть отзывы о таком человеке все это тоже разные субъективные обстоятельства и так далее с натяжными потолками было сколько ситуации да конечно то есть есть вот допустим человек который заказывает допустим самые дешевые потолки допустим у него там но так не неприметно все а другой человек заказывает самый дорогой самый дорогой вышел очень красиво очень качественно а самый простой тяп-ляп например бывает и так а сам потолочник один и тот же понимаете ну и вот исходя из всего выше изложенного я могу добавить что у людей разные ситуации еще бывают кроме всего того что у них есть у них разные финансовые возможности до разных вкус и там требований у нас у них еще есть и разные ситуации то есть в определенной ситуации человек может быть сегодня он не поступил бы так а вот завтра он поступает именно так то что такие обстоятельства сложились у нас вот ситуация была опять же по если брать поют и расскажу эту историю мы летали в сочи ну вообще мы никогда не сталкивались такой ситуации честно говоря и никогда не выбирали компанию по ну и по отзывам в том числе я всегда выбираю по времени вылета мне это очень удобно я должна понимать чтобы я сама не могу летать ночью должна выспаться и с детьми тем более не могу летать ночью и должна прилететь вместо назначения чтобы меня нормально могли встретить вот поэтому выбираем мы время вылета всегда или и время прилета это очень важный фактор для нас вот ну потом уже смотрим по цене а летели в армению компанию ты сначала нам задержали рейс на несколько часов потом посадили в самолет опять что произошло самолет был сломан высадились самолета мы еще ждали какое-то время потом все-таки мы благополучно долетели слава богу обратный рейс у нас вообще отменили и этой же авиакомпании то есть никогда мы с такими сталкивались вот первый раз ну и чё писать плохие отзывы на всей сразу компании ну по сути дела да можно было бы настрочить да это вот как раз таки негатив вот это но мы понимаем что это стечение обстоятельств да и в любом случае если будет какое-то выгодное предложение полета мы все все равно этой компании воспользуемся такая ситуация просто тоже касается и услуг парикмахерских услуг там общепита того же да сегодня вы пришли в столовую вам не понравилось а через месяц там сменился повар и люди ходят довольные потому что все естественно столовая зависит от повара но вот помнишь у меня был парикмахер который которому описано ходил ты говоришь вот я сходила мне не подходит она больше может быть мужские стрижки хорошо делаю ну а в целом что показывает что это плохая парикмахерская писать какой-то грубый отзыв тоже глупо правильно еще самая интересная рубрика про отзывы это отзывы об отелях да тогда вот ты летишь куда-то отдыхать и конечно же читаешь отзыва вот там вот прям очень все субъективно и редко можно найти действительно такой отзыв который знаете вот иногда люди пишут ой еда невкусная там море мелкая вот вот это вот лежаки старые да вот это вот но читать вот ты понимаешь что еда невкусная но это настолько субъективно а вот когда тебе уже говорят какая там была еда сколько там было там мир ассортимента или же например говорят там что какую температуру было море тогда ты понимаешь если море было 20 градусов ты понимаешь на холодная для тебя или она для тебя теплая а не то что ты прислушиваешься к чему-то определенному этому мнению вот значит мы один раз летали до снова один раз летали на мой день рождения мы взяли вообще фортуну представьте тройку фортуну взяли за 25 тысяч рублей на 9 ночей но нам нужно было съездить в иерусалим у нас вот прям было желание попасть туда то есть мы в какой город ехали хургады шарм-эль-шейк да что поближе мы хотели вот съездить иерусалим просто посмотреть как там красиво поэтому брали самый дешевый отель нам пофигу было какой и заодно как бы день рождения отзывы конечно же были негативные потому что отель три звезды потому что он там ну еще много мы вообще фортуну взяли мы потом уже потом мы читали отзывы да ну фортуну мы предполагали что натурная рулетка до фортуна вот но по факту когда мы туда прилетели да мы с какими-то моментами столкнулись которые мы читали уже про них на пройти момента но мы-то сразу делали скидку на цену за которого прилетели и за эту цену мы поэтому отдыхая допустим в каком-нибудь не очень качественном отеле но за всем за копейки например это более выключают у тебя будет другие совсем впечатления до нежели ты большие деньги отдал это и бываешь тоже недоволен вот это уже другой вопрос также по отзывы про работу риэлтора о то же самое ребята вот смотрите вы же смотрите наш канал сами пишите какие-то объявления и так далее вот этот риэлтор хорошая вот этот продал что-то плохое но и я вам скажу что тот же кто плохое что-то кому-то продала она не достроилась в итоге возможно с клиентами имел дело которые покупали что-то с данные и для них он отличный специалист поэтому разница здесь небольшая будет такая так что ребят напишите пожалуйста свой отзыв да пишите ли вы отзывы вообще то есть это интересная тема потому что и собираетесь ли вы на эти отзывы до чем вы интересно сталкивались да все всем хорошего настроения подписывайтесь пока пока